Александр Васильевич поведал нам историю о Быковской школе подрывников-диверсантов. Это была тайная школа в годы Великой Отечественной войны. По состоянию на лето-осень 1943 года ее замаскировали под 88-й истребительный батальон. Всего таких школ по Московской области было 87. Есть фотографии на фоне Быковской усадьбы, где сидят эти подрывники-диверсанты, то есть даже фото доказательства. И она находилась там в 1941-1943 годах. В связи с тем, что в последнее время мы восстанавливаем нашу историю, в том числе военную историю, и для Раменского района, ну, пожалуй, наиболее приемлемый проект, который есть, например, у немецких школьников. Ну, приходится немецких школьников приводить пример. Их проект звучит так. Война – это не Пёрл-Харбор, не Москва и не Берлин. Война – это то, что происходило за порогом твоего дома. Более 400 погибших бойцов невидимого фронта уже нашел Александр Васильевич. Но на этом его поиски не заканчиваются. Он пытается найти родственников погибших солдат, Котова Дмитрия Григорьевича и Ивочкина Павла Васильевича, которые так и не вернулись с боевого задания. То, что доподлинно известно, что были эти люди в этой спецшколе, это вот сохранились, не сохранились, а каким-то образом их нашел как раз Ржевцев. Это Ивочкин Павел Васильевич, старший сержант, помощник командира роты. Это была спецрота, которая была оставлена, то есть всех остальных передали для охраны там тылов. Часть была на формирование 308-го стрелькового полка отправлена. Но осталась спецрота. И эта спецрота объявила в себе лучших диверсантов. То есть их оставили как лучших. Предположительное место установки памятной плиты – школа номер 16 села Быково. Произойдет это 5 ноября 2015 года, в День военного разведчика России. Там же будет проведена и презентация книги «Московские истребки. Без грифа секретности» одним из ее авторов Юрием Петровичем Ржевцевым. Ольга Кононова, Дмитрий Попов и Александр Винченко для программы «Городские вести».